МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У детей теперь могут лечить и в Нальчике. В РДКБ появится новое отделение нейрохирургии. История войны в фотографиях, письмах, наградах. В Нальчике открылась выставка к 20-летию окончания войны в Абхазии. Сегодня Республиканский военкомат отправил в армейские подразделения первую группу новобранцев. В этой осенью ряды вооруженных сил России должны пополнить более 150 тысяч солдат-срочников. Это чуть меньше, чем в весеннюю кампанию. Из-за перехода армии на контракт количество призывников сокращается. А число желающих растет. Отбирают самых лучших. Кого и как узнавал наш спецкорс Сафар Гириев. Обмундирование и экипировку выдали сегодня прямо с утра. Призывники подгоняют первую в их жизни военную форму. Пробуют, жмут ли берцы, подтягивают ремни. По размеру это очень удобная, очень хорошая форма. Тепло в ней, даже не жалуюсь, ничего даже не продувает нигде. Владимиру Лобанову все по душе. И форма, и условия предстоящей службы. Команду из 21-го прохладянина отправляют в Буденновскую казачью бригаду. Служба в армии это период, когда юноша мужает и учится преодолевать трудности, утверждают военные. Эту мысль поддерживает и большинство призывников. Давно хотел в армию, в казачий полк. Дедушка был казак мой. Я буду. Будем служить Родине, продолжать казачьей традиции. Защищать Родину будем. Воспитание чувства патриотизма – одна из составляющих службы в армии. Говорят командиры, приехавшие из 205-й отдельной матастрелковой казачьей бригады Буденновска. Обещают, служба простой не будет. Но все согласно требованиям закона. Будем из них делать мужчин, как это обычно. К ним относиться будем нормально. Как у казаков было, им даем тот дух, тот настрой на дальнейшее, после выхода с армии, чтобы они понимали, что стали людьми. Связь с родными всегда была одной из насущных проблем. Теперь она решена благодаря социальному проекту «Позвони маме» и специальным армейским сим-картам. Ближе к вечеру на службу сегодня отправится еще одна группа призывников из Кабардино-Балкарии. Всего же по республике призыву подлежит 500 человек. На сегодняшний день, можно сказать, во все рабочие дни будет отправка у нас. Все призывники у нас с желанием, с удовольствием уходят. И сейчас видно по их настроениям. Сегодня именно армия является прекрасной возможностью для большинства из этих ребят развиваться дальше и расти профессионально. После службы хорошие льготы и перспективы при поступлении в УЗУ и на престижную работу. Но вот одно общество. По постановлению российского правительства, с 1 января 2014 года, молодые люди, уклоняющиеся от военной службы, теряют возможность устроиться на государственную и муниципальную службу, также в силовые структуры. В их военных билетах появится запись «Не служил, не имея на то законных оснований». Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария. Разобраться в доходах и расходах Косказны сможет каждый россиянин. Минфин опубликовал на своем сайте проект так называемого «Бюджета для граждан». В нем в простой и доступной форме можно узнать все о главном финансовом документе страны. Планируется, что уже со следующего года подобные проекты подготовят в регионах. Их можно будет посмотреть на едином портале бюджетной системы России. Перед созданием документ прошел несколько этапов обсуждения. На сайте открытого правительства провели опрос, что из сведений о бюджете представляет наибольший интерес. Например, какие расходы считаются приоритетными. Кем и как определяется объем денег и направление государственных трат. Сколько в нашей стране выделяют на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. На все эти вопросы Минфин попытался ответить языком таблиц и графиков. Если в дальнейшем такая идея приживется, то при программном подходе к бюджету сами граждане смогут определить, насколько эффективно и по какой статье тратятся деньги. Подобная практика на европейском пространстве уже себя оправдала, говорят эксперты. По их мнению, прозрачность бюджета равна его понятности для населения, соответственно и собираемость налогов станет выше. Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает, граждане платить стали меньше. Об этом сегодня пишет российская газета со ссылкой на федеральную службу по тарифам. Цифры пока небольшие, от 10 до 90 рублей в месяц, но сам факт, по мнению экспертов, позитивный. Тем более, что с начала эксперимента прошло не больше двух месяцев. В службе уверены, что новую систему с доработкой на региональном уровне уже можно внедрять по всей стране. Введение социальных норм на коммунальные услуги должно сдержать рост потребительских цен и призван стимулировать развитие промышленности. Напомню, что новшество распространится на все регионы уже с середины следующего года. Между тем, тарифное ведомство утвердило максимум роста цен на электричество для населения чуть больше 4% на 2014 год. Причем этот показатель установлен как для соцнормы, так и для того, кто будет расходовать сверх лимита. Трудженикам тыла и людям, работавшим в годы Великой Отечественной войны на объектах прифронтовой полосы, при этом имеющим инвалидность, предлагается платить двойную пенсию, трудовую по старости и по утрате трудоспособности. Загонопроект на эту тему в ближайшее время рассмотрит Госдума, сообщает сайт Нижней палаты парламента. Как говорится в пояснительной записке к документу, в годы войны вся работа в тылу легла на плечи женщин, стариков и подростков. Однако вопрос материальной компетенции за трудовой подвиг пока не решен на должном уровне. К тому же сегодня многие из этих людей имеют слабое здоровье и вынуждены тратить на лекарства немалые средства. Загонопроект предлагает восстановить справедливость и платить им две пенсии. По мнению депутатов, количество людей, которые могли бы рассчитывать на повышенное денежное удовольствие, по всей России порядка двух миллионов человек. С нового года в Республиканской детской клинической больнице откроется отделение нейрохирургии. Об этом сегодня сообщили в Минздраве КБР. Медики будут проводить операции детям с травмами и патологиями головного мозга. Сейчас маленьких пациентов с такими заболеваниями вынуждены отправлять в другие города из-за отсутствия местных специалистов. Чтобы изменить ситуацию, бригаду врачей из Кабардино-Балкарии отправили на обучение в Российскую медакадемию. В настоящее время специалисты проходят двухмесячную стажировку в ведущих клиниках Москвы. Оборудование для отделений стоимостью около 10 миллионов рублей уже закуплено. Оно получено по программе модернизации системы здравоохранения. Необходимость очень высока. Почему? Потому что очень много патологий детской, нейрохирургической сейчас выявляется. На сегодняшний день в больнице находятся 11 детей, которым требуется нейрохирургическая помощь и которых мы курируем. В данный момент... Третьего чудом сохранились у одного из добровольцев. А простреленный адыгский флаг решено передать в Нацмузей КБР. 27 сентября разведгруппа водрузила его на здание Совмина. С той поры войны... С той войны домой в Кабрино-Балкарию не вернулись 59 добровольцев. Трое до сих пор считаются пропавшими без вести. Как будто и не было этих 20 лет, вспоминает вдова героя Абхазии Александра Тухужева. За несколько дней до начала конфликта он уехал. Сказал, что в Москву, а потом позвонил из Гудаута. Он договаривался о поставках продуктов питания в оккупированную Абхазию. Вел работу с диаспорами в других странах. Я сказала, Саша, возвращайся. А он сказал, нет, это наши братья. Ты не переживай. Скажи родителям, что все нормально, успокой детей. Очень больно. Как будто все было вчера. Ему было 43 года, когда это случилось. Он бы очень многое мог сделать и для Абхазии, и для Кабрино-Балкарии. Фотографии для выставки собирали, что называется, по крупицам. Добровольцы вспоминают, некогда было позировать. Потому большинство снимков коллективные, сделанные во время коротких передышек между боями. Во всемирных играх боевых искусств, которые проходят в Санкт-Петербурге, наш земляк Олег Багов в весовой категории до 77 килограммов завоевал золотую медаль. Его вид спорта – грэпплинг для нашей страны достаточно новый. В его основу легли приемы бразильского джиу-джитсу, самбо, дзюдо, вольной борьбы и других видов единоборств. Золотая медаль в северной столице – одно из многих достижений в копилке Багова. Он чемпион СНГ среди профессионалов по полноконтактному рукопашному бою. Чемпион России по боевому самбо. Специалисты отмечают, что успехи в различных видах спорта дают бойцу из Кабардино-Балкарии возможность использовать большой арсенал удушающих приемов, которые широко применяются в грэпплинге наряду с болевыми. Как говорят спортивные комментаторы, Олег Багов сейчас один из лучших мастеров России по этому виду единоборств. Продолжаем выпуск. У героя нашего следующего сюжета спортивных званий нет, да и возраст почтенный. Однако одолеть своего противника он все же сумел. 80-летний Юсуф Алчагиров из поселка Эльбрус отбился от огромного медведя и при этом остался жив. Все подробности у Османа Казакова. Режиссеры подсказывают, что мы уже получаем сюжет. Он идет сейчас в эфир. Просим прощения за небольшую техническую заминку. В семье Алчагировых в честь чудесного спасения дедушки Юсуфа, который сумел отбиться от медведя, по балкарскому обычаю сегодня приготовили три хищена. Я бедный, я не живу и остался. В тот день Юсуф, как обычно, пас овец в ущелье. Когда пришло время отгонять Атару домой, стал спускаться по лесной тропинке. И вдруг лицом к лицу столкнулся с медведем, который пришел на малинник. Тот притрелся за деревом и поджидал пастуха. Юсуф убегать не стал, а принял бой с опасным зверем. Меня уже деваться некуда было. Назад бежат, все равно догонят. У меня на руках была куртка. Я курткой его в лицо ударил и ножом размахнулся. Я не знаю, я его обрезал, не обрезал. Меня за руку схватил, за руку укусил. Я как-то выдернул. Ну и начали бороться с ним. Я за нижнюю челюсть взял у него. У него слюны текут. Не может он кусать. И как-то руку сорвал у меня, ударил мне по голове. У меня вес в крови. Я упал. Начал ногами пинять его. Он меня прямо в грудь схватил, поднял наверх. Я в землю. И два раза стукнул. Мужчина сдаваться не собирался. Защищался всеми средствами. Главное, старался не дать укусить себя за лицо. О том, что додумался ударить медведя головой, сейчас вспоминает с уронией. Как большой арбуз был голова. Не ожидавший получить такой отчаянный отпор, медведь озверел окончательно. Схватил Юсуфа и скинул с обрыва. Ну я бог его знает, как шепка полетел. Я после этого уже ничего не помню. Пришел, не пришел. Когда я проснулся, наверное, уже седьмой час, наверное, шел. Дома хватили с деда, когда он вовремя не пришел домой. Послали на его поиски соседей. Я ходила поздно, уже его нет и нет. Вроде бы сумерки начались. И сосед парень приходит, что ходите, что случилось? Я говорю, да вот нету ни его, ни этих барашек. Как нету? Вот так. Он палку взял и поднялся. Прежде чем потерять сознание, Юсуф сумел добраться до нарзанных источников. И потому его нашли легко и вовремя доставили в больницу. У него такое лицо, вот такое прям. Не до шуток было. Если бы струсил и не принял бой, наверное, животное сразу бы меня задрало. И я не сидел бы с вами, размышляет Юсуф. Четыре сломанных ребра, глубокие раны от укусов и гематомы. Результат встречи с медведем. Но с то живой, радуются близкие. Осман Казаков, Заур Гидуев, Азамат Абухов. Вести. Кабардино-Балкария. Это была последняя информация выпуска. До встречи в 17.10. Редактор субтитров А.Семкин